Приветствую всех на канале Трейдмастер и в сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о новом промо, который мы скорее всего уже получим в эту пятницу 17 января. Если вам нравится контент, не забудьте поставить лайк, если вы новые на канале, обязательно подпишитесь. Данное промо называется Future Stars или Будущие звезды и оно вышло сразу же по окончанию команды года. Полностью все игроки, которые присутствовали в данной команде, они были высокорейтинговыми, у них были прекрасные статы. Лично я был расстроен данным промо, потому что какие-то условные новые имели статы в разы лучше, чем большинство прайм-икон. Как по мне, это было очень несправедливо. Критерии подбора игроков под данную команду. Игрок должен быть возрастом 23 года и моложе. Второй фактор, это не должна быть суперзвезда. Условный Мбаппе, ему 19 лет, но это игрок уже мирового масштаба. Соответственно, он в команду попасть не мог. Главные хедлайнеры Future Stars в прошлом году. Венисиус, Деликт, ОАР, Санчо, Артур, Хаверц, Трент, Александр, Арнольд. Хочу также обратить внимание на Мелитау и Минди. Они были также суперклассными. Эта промо не только связана с открыткой МПАКов. У нас было много СБЧ. Сейчас я вам покажу, какие именно. Перед вами СБЧ на Алана Сан Максимина. Она вышла в последний день промо Future Stars 25 января. И параллельно мы получили СБЧ на гарантированную информацию. Если вы фонар от инвестиций в 83 рейтинг, который сейчас идет по 1100-1200, то именно где-то конец января будет прекрасное время, чтобы на этом заработать деньги. На счет Максимина был нужен его номинант. Чтобы его получить, надо было выполнить еженедельные задания. Вторая сборка это Франция. Здесь рейтинг 85, 2 информа. Игроки с французской лиги были нужны. Следующим был Альфонсо Дэвис. Для него было рейтинг 85, 2 информа, 2 игрока с Баварии. Я помню, Альфонсо Дэвис только перешел с МЛС в Баварию. Они его только подписали. Следующая сборка Бундеслига, рейтинг 84. Что немало важно, под каждого игрока ИАшники требовали игроков с его клуба, игроков с его нации и игроков с его лиги, соответственно. Так что, под каждое из бача можно было подготовиться по ходу. Допустим, вышел Джо Элингтон. Как вы можете увидеть, я помню, сборка была дешевая. Его много кто не собирал. Но на хайпе игроки, люди покупали с Хопенхайма вратаря, по-моему, в БАМ, он 83 рейтинга. Я помню, я успел его взять штук 10 по 1200. И в течение 5 минут на таком сильном хайпе, потому что все покупали и видели, что он нужен в условиях сборки, он поднялся до 4000. Хайп упал, и Баунанс тоже упал вместе с ним до 1000 и обратно. Так что, здесь волнами нужно поймать правильное время покупки. У нас были ежедневные СБ-чашки, очень простенькие, хороший пак взамен. Домбеле, это карта, которую он не собрал, но потом пожалел. Он стоил порядка 350 тысяч. Я вам скажу честно, это было дорого. Также игроки с Франции, игроки с Леона, с его клуба. Информы были нужны. Рейтинг 85, 84 и 85 при высокой сыгранности. Следующим у нас было обновление, апгрейды 81 рейтинг плюс. 11 рарных игроков собираете, взаимополучаете 2 рарных карточки с рейтингом 81 плюс. Очень популярная апгрейд сборка. И Фрэнки Де Йонг, также я помню, заработал на этом челлендже. Я заработал на Информе Зиече, я заработал на Зиече золотом. Потому что здесь рейтинг 85, нужны 2 игрока с Аякса, нужен Информ. Информ Зиече, на моей памяти, он стоил где-то 35 тысяч. Во время данной сборки он пропал с маркета. Он стоил по максималке, по 60 тысяч, по-моему, была максималка или сколько. Я заработал на этих двух карточках неплохие деньги. Тот же Вандерби, который стоил до СБЧА Информа 21 тысячу, он поднялся до максималки, до 50 тысяч. И золотой Зиеч, который был самым дешевым рейтингом 84, он стоил 2300-2400. Он быстренько за 5 минут также взлетел до семерки. А потом он по чуть-чуть опустился до 3000, по-моему, обратно. Потому что всегда есть альтернативы, кем его заменить. Но на этом было можно заработать. Именно быть на консоли, увидеть то, что вышло и принять правильные решения. Джо Гомес был последним. Очень хорошая карта, но он был сильно переоцененным. Он стоил, по-моему, 400 с чем-то тысяч. Люди были расстроены, потому что яшники явно сделали оверпрайз. Рейтинг 85, Информа 85. Также игроки из Англии, игроки из Ливерпуля. Много игроков с Премьер Лиги нужны. Но, ребята, в этом году EA Sports дают или взамен непродаваемые паки, или плохие паки. Посмотрите, какие паки были за Джо Гомеса. Пак за 45 тысяч, редкий мегапак за 55 тысяч, мегапак. Это прекрасно, пак с игроками, пак с игроками. Вау! То есть в прошлом году собирать было выгодно, потому что вы могли как-то еще окупиться. Вторым шагом давайте рассмотрим игроков, которые могут попасть в команду Future Stars. Мы с вами на сайте SoFIFA, и здесь вы можете увидеть рейтинг игрока на данную секунду и потенциал, по которому вы можете его прокачать в режиме карьеры. Скорее всего, рейтинги будут именно такие, как прописано здесь. По крайней мере, так было в прошлом году. Я думаю, яшники не будут повторяться и не добавить ни одного парня с прошлой команды молодых звезд. Кто же может быть в этом году? Это Лотаро Мартинес. Я думаю, 90% он будет. Сейчас он уже по чуть-чуть на слуху, но это все еще не игрок основной сборной Аргентины. Это еще не суперзвезда. Я думаю, шанс его попытания очень-очень высок. Следующий парень, я думаю, это Вальверде. Много слуха ходит о нем, ему всего лишь 20 лет. Потенциал роста 89. Эта карточка может быть очень сочной прям. Дани Ольмо, Ван Бисака. Не знаю, спорный вопрос. Возможно, Джао Феликс. Рейтинг 93. Ну, ребята, много кто скажет, да, он уже играет за Португалию. Но ему все еще 19 лет. И яшники имеют полное право, в принципе, его добавить. Но он был куплен за очень большие деньги с Бенфики. Если он выйдет, я думаю, Кристиан Роналдо, даже Эусебио, возможно, может и чуть-чуть упасть. Потому что рейтинг там будет серьезный. Карточка там будет, поверьте, не шутка. Ренан Лоди, как вариант, очень перспективный левый защитник. С Атлетико Мадрид, Бразилец, хорошие линки может дать. Уверен на 100%, что будет Халенд. Я прям удивлюсь, если его не будет. Ему всего лишь 18. Он перешел в Бруссию, то есть будут лучшие линки. Потенциал роста 90. Прекрасная тема. Венисиуса, я думаю, не будет. Но будет его, скорее всего, одноклубник. Это Родриго. Такой себе Венисиус Джуниор номер 2. Можно обратить внимание на того же Маунта, на Иконе. Ребята, есть много игроков. Если вы перейдете на сайт Софифа, здесь есть фильтр. Если вам интересно. Потому что нам нужно обратить внимание именно на возраст 19-23. При поиске 23, я уверен, что вы увидите еще больше игроков. Здесь у нас Идаем. Но это уже звезды, знаете. Так что интересно вам. Зайдите, посмотрите. В заключительной части нашего видеоролика поговорим о влиянии молодых звезд на маркет. И в первую очередь на команду года. Рассмотрим несколько игроков Тоти. В первую очередь это Киллиан Баппе. Возьмем примерно промежуток до середины... Ну, давайте до середины февраля, чтобы это было более актуально. Это он еще в паках. Последний день в паках. Цена 4.100. И вот у нас пятница. Выходит молодые звезды. Он падает на 300 тысяч. И в течение всего промо данная карта до 25 числа просаживается до 3.600.000. С 4.100.000. То есть, здесь падение очень существенное. Это 500 тысяч на карте. Будет ли данная просадка в этом году? Не факт. Потому что люди сейчас учитывают вероятность того, что мы получим молодые звезды. И то, что эти карточки будут очень конкурентными даже в сравнении с игроками команды года. И народ будет паниковать, продавать свои лучшие карты, чтобы закупить более дешевые, но также очень играбельные и элитные молодые звезды. Кевин Дебрюйн, 2600. Последний день паков. И вне паков в период команды молодых звезд. 2.200.000 почти. Просадка 400.000. С ним также это случилось. Обратите внимание на защитника. У нас был нападающий, полузащитник, теперь защитник. Серхио Рамос. Самый лучший центральный защитник, наверное, в прошлом году. Можно поспорить, потому что был хороший Мальдини Моменс. Был хороший Рио Фердинанд. Я до последнего играл, до 90-го Фердинанда. Последний день в паках. Это 2.300.000. Во время молодых звезд. Смотрите, что с ним случилось. Он падал даже до 1.900.000. Это сильная просадка. Потом он немножко поднялся, даже еще выше пошел в середине февраля. Стоит учитывать, что мы можем получить китайский Новый год. Не знаю, стоит ли об этом делать видеоролик или нет. Это уже, друзья, зависит от вас. Потому что в прошлом году мы не получили данного ивента. Возможно, в этом году также его не будет. Но кто его знает. Насчет самого популярного играбельного золота. Само собой, это Роналду. Само собой, это Лионель Месси. Обратим и на них внимание. Как они себя повели. Роналду по окончании команды года стоит почти 2.300.000. С выходом будущих звезд на 100.000 падает. И в течение всего ивента он опускается все ниже и ниже. В район 2.000.000. То есть, смотря на этот график, можно смело говорить о том, что пик маркета был именно по окончании команды Токи. Потому что до Токи все паниковали, продавали игроков, продавали свои составы. После команды все успокоились. Закупили состав обратно. Но, ребята, игра идет дальше. Больше паков открыто. Больше игроков на маркете появляется. И множество вопросов. Когда купить этого? Когда продать этого? Друзья, маркет будет постоянно цикличный. Он будет падать. Он будет расти. Когда падение. Всегда по окончании Викинг Лиги. Когда рост. Друзья, всегда, когда люди получают награды. Когда они собирают свою команду под Викинг Лигу. Последним игроком в нашем обзоре будет Лионель Месси. По окончании команды года он стоит 870.000. С выходом молодых звезд он падает на 30.000. И в дальнейшем его просадка не прекращается. И спустя 1 месяц он уже 600.000. То есть, он опустился почти на 300.000 за 1 месяц. То есть, маркет двигается в одном направлении. Также, его карточка правого полузащитника Inform. Она просела в связи с тем, что мы получили Санчо. Санчо играл с ним на одной позиции. Цена была плюс-минус похожа. Санчо стоил 850.000. 800.000. 750.000. Он чуть-чуть потом просел. Но люди хотели попробовать новые карты. Там очень классные статы были нарисованы. Также, я помню, Венисиус повлиял на Inform Неймара. На золотую карточку Неймара. ОАР повлиял на Патрика Виера. На центральных полузащитников. На Покба он повлиял. Так что, такая вот концепция. На этом у меня все. Если видео понравилось, ставьте лайк. Если вы новые, подписывайтесь. Пока!